В чем причины вандализма, как с ним бороться, почему очевидцы проходят мимо? На эти и другие вопросы ответит гость нашей студии. О тех, для кого бить, ломать и крушить, это праздник для души, мы поговорим с кандидатом медицинских наук, главным психиатром Волгодонска Константином Галкиным. Константин Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, у нас в городе крайне участились случаи вандализма. Скажите, что вообще служит причиной того, чтобы человек шел, вдруг решил что-то сломать, что-то разломать? Когда человеку плохо, одним из защитных механизмов у него является агрессия. В настоящий момент, учитывая то, что в нашем обществе сейчас крайне много людей, бедных, обездоленных, не имеющих определенной идеи, агрессия растет как снежный ком. И этому буквально нет предела. Вандализм всегда сопровождает нищету, всегда сопровождает распад. Потому что обездоленные, маргинальные люди, они не терпят ничего красивого, хорошего. Поэтому, если посажено деревце, его нужно сломать. Сделали лавочку, то же самое сломать. Вообще, таких людей можно охарактеризовать стихотворением Григорьева «Девочка красивая, в кустах лежит ногой, другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой». И таких людей становится все больше и больше, к сожалению, в наше время. Особенно среди подростков. Вот если человек идет и чувствует в себе вот это желание что-нибудь сделать, как вы посоветуете это себе подавлять? Он не сможет никак это подавить. Потому что это действует на бессознательном уровне. Зависит от образования, культуры, от многих сопутствующих. Это нужно менять обстановку в обществе. Чем люди будут жить спокойнее, увереннее, богаче, тем случаев вандализма будет меньше. Совсем его изжить невозможно. В самых развитых, хороших странах он все равно присутствует. Поэтому нужно и лампочки, фонари, и лавочки, все остальное делать антивандальными. Есть такие специальные приспособления. Вот на западе, в любом городе есть гетто, где живут вот такие люди. И там все похоже на наш Волгодонск один в один. Лифты, залитые мочой. Лавочки сломанные, выбитые стекла. И люди, которые не переносят ничего красивого, хорошего, нового. Все это нужно сломать и сгадить немедленно, здесь и сейчас. Это защита. Так они будут чувствовать себя приятнее. А вот многие винят в вандализме воспитания, да, что все-таки воспитание виновата. Так ли это? Или как бы ты не воспитывал, если у человека это на бессознательном уровне, так оно и будет? Да нет, воспитание играет очень большую роль. Дело все в том, что мы упустили полностью поколение, которое выросло во время перестройки и в первые годы так называемой Новой России. Это поколение упущено. Это наглое, хамовитое, беспринципное в основной своей массе поколение. Может быть это и хорошо, я не спорю. Когда можно пойти по трупам, когда можно распихнуть всех локтями и так далее. Ну вот они будут воспитывать соответствующих своих детей. И здесь можно по принципу жить, что за нас отомстят наши внуки. Вот есть же такой факт, одни крушат, но другие идут мимо и ничего не говорят. Что в голове у этих людей происходит? Да ничего. Полное безразличие абсолютно. Потому что вмешательство в данную ситуацию повлечет только одно. Физические травмы, иногда несовместимые с жизнью. Единственное, конечно, вот когда все это крушится, ломается. И подойти действительно затруднительно, потому что это физически сложно. Пожалуй, все-таки стоит позвонить в полицию и предупредить, что это происходит. Потому что хочется жить все-таки в красивом, хорошем, приятном городе. Неиспоганенном. Вот когда общество будет достаточным, когда сознание людей будет высокое, вот тогда и будут делать замечания. Сейчас никто не будет делать замечания, потому что каждый сам за себя. Просто очень обидно, очень обидно, что культура в нашей стране сейчас находится на очень низком уровне. И это правда. Даже президент об этом говорит. А это уже показатель того, что преподавание, воспитание в семье сейчас на таком низком уровне, что практически такого не было, наверное, в нашей стране никогда. Как вы считаете, есть вероятность, что кто-то из вот этих вандалов сегодня посмотрит нашу свою беседу, задумается, ай-яй-яй, это плохо, и так делать больше не будет? Есть такая вероятность? Я не думаю. Вандалы вряд ли будут смотреть эту передачу. Здесь вопрос идет просто о том, чтобы в семьях родители хотя бы немножко представляли, что делают их дети, и чтобы они хотя бы немного с ними проводили определенную работу. Я не думаю, что эффект будет очень большой, но если люди, увидя, что происходит акт вандализма, да и не только, вообще любого насилия, позвонят в полицию и предупредят, или люди дома проведут какие-то работы с детьми и сами задумаются, стоит ли что-то портить и ломать. Потому что, поверьте мне, если бы в лифтах у нас поставить видеокамеры, очень многие бы удивились, кто это делает в лифтах. Это далеко не молодежь подросткового возраста, зачастую среди них и их родители. Константин Юрьевич, спасибо за интересную беседу. Надеюсь, ситуация в городе у нас как-то улучшится. Я на это надеюсь. Всего доброго.